Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ЧС спасатели совершили более 650 выездов. На пожарах погибли 4 человека, 13 пострадали. А вот 34 человека, в том числе один ребенок, работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. Около полудня в понедельник на улице Славинского загорелся Пежо 806. В результате короткого замыкания в моторном отсеке оказались повреждены передние блок фары, бампер, лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев. Забегая вперед, скажу, что точно такой автомобиль, загоревшийся по той же причине, тушили огнеборцы и в субботу вечером только уже на улице Русиянова. И в этом случае владельцу повезло чуть больше. Огонь повредил лишь моторный отсек француза. В среду ближе к полуночи на территории частного домовладения по проезду Чекалина загорелась кирпичная хозпостройка. 67-летняя хозяйка лишилась имущества по причине короткого замыкания электропроводки. А вот в четверг короткое замыкание привело еще к одному пожару. Днем на восьмом этаже девятиэтажки по улице Кижеватого загорелась однокомнатная квартира. В ней на площади 4 квадрата вспыхнуло имущество прихожей. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, но имущество повредено, а квартира закопчена. Минск чрезвычайный. А вот вечером по вине хозяйки загорелось имущество уже в жилой комнате двухкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажки по улице Карла Маркса. 42-летняя женщина оставила без присмотра включенную в сеть электрогрелку. В результате пожара квартира оказалась изрядно закопчена. Повреждено напольное покрытие и оконный проем. Хозяйке также придется купить и новый диван. Прежний сгорел. МЧС напоминает, не оставляйте электроприборы включенными без присмотра, в том числе на ночь. Помните, что по статистике причиной каждого шестого пожара в Беларуси является нарушение правил эксплуатации электросетей и пользования электроприборами. Чтобы не стать погорельцем, необходимо соблюдать меры безопасности. Перед тем, как пользоваться электроприбором, внимательно простите инструкцию. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос и ту же электрогрелку, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится тусклым, это верный признак того, что сеть перегружена. А это предвестник пожара. Не забывайте, что риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Этот прибор громким звуковым сигналом сообщит о появлении задымлений и может предотвратить беду. Следите за его исправностью, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки. Минск чрезвычайный. В субботу вечером палец девятилетней девочки застрял в отверстие детского стульчика. Инцидент произошел в Академии креативных технологий для девочек, расположенной на улице Зыбицкая. Спасатели с помощью подручных средств сумели извлечь палец ребенка из отверстия. Госпитализация девочки не понадобилась. Ее состояние прибывшие медики оценили как удовлетворительное. Стоит отметить, что подобные ситуации с детьми случаются достаточно часто. МЧС обращается к родителям и просит как можно чаще говорить с детьми на тему безопасности. В ночь в воскресенье на понедельник огнеборцам пришлось тушить легковой автомобиль Ford. Инцидент произошел на улице Ольшевского напротив жилого дома номер 20. Дежурную службу МЧС о пожаре сообщили в три часа ночи. Оперативно прибывшие на место вызовы пожарные установили, что загорание произошло в салоне легкового автомобиля и вероятнее всего не без помощи посторонних лиц. В результате ЧП автомобиль выгорел полностью. Такой была оперативная обстановка в городе на прошлой неделе. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.